А тут ушел-то, он же сбежал от меня, что вроде того, что я его не отпущу. Ну и все, а ушел-то там. Кошмар, игумен называется, никакого монастыря, там колхоз, там столько бизнесу, там все вот торгуют и все такое. Так он в домике поселился, никакого монастыря там нет, его кое-то посадили. И что вы думаете, я же к нему не хожу совсем, не хожу. Он мне звонит и говорит, ты меня наведли, я говорю, а зачем, батюшка? Зачем? А что вы думаете, а кто ездит к нему, ездит. И мне уже звонит, я говорю, слушай, он говорит, про тебя что попало, говорит там. Я говорю, ну и пусть говорит. Вот это она к нам не прибавится, не убавится. И главное, знаете, что говорит он? Говорит, она, уже я теперь не... Сережа, поскорее маленько, выждем тебя там. Не, это самое, не сектанты уже мы. То есть, и это... Он не знает, что такое сектанты, он, конечно, ничего не помогает. И мы, и Миша, и я все равно. Нет, мы теперь не сектанты, уже раскольники у него. Ему разницы никакой нет. А кто скажет? Грех не раскаянный, он лечил за собой другой грех. Он как-то пустил эту ложь, обманывал людей, не крещеных называл крещеными. И его душа смертна, виновна перед Богом. Покаяния нет, и поэтому к нему грех, он липнет просто как пластилин. А вот теперь что? А теперь что? Этот Пимин, это самое, ему наговаривает, кто мы такие? А я сейчас слышу, хорошо. Ага, и вот, и теперь он, раз мы наговаривает, он все. А этот еще больше того на меня. А главное, звонит, опять ничего. Я говорю, ты что там болтаешь-то языком? Мне это все передают, я ему вот так прям на промер. А я говорю, это что тебе, говорит, легче что ли? А он говорит, я ничего, это сплетни, это ничего сплетни. Все хитрит, все хитрит. Тебе не надо даже поминать, эти люди не могут по-другому. Это бесовская одержимость. Дух лжи вошел под язык. Не обращай никакого внимания. Я так сейчас довольна. Если ты, лжицок, тебе покажу моих, ты ужаснешься, что они все на меня. Ну и только это у них работа, у меня другая работа. Сережа, вот сюда, сядь рядом. Вот какое дело, матушка. Ну, значит, когда дело уже пришло ближе к весне, а еще в прошлом году, осенью, я подумал, что нужно охватывать дальние регионы. Мы здесь на 150 километров от дома все выбрали. Ну, а выходить на машинах, ездить туда-сюда, надо ехать в поселок, а не возвращаться туда-сюда и работать не один день, неделя, хотя бы шесть дней, а то и семь дней. Как это только надо машину? Какую машину брать? Я все советовался и в разных местах, регионах, люди. Ну, и на марку брать, там полтора-два миллиона стоит. Ничего нет. И, наконец, купили мы отечественную, которую предлагали. Я-то не понимаю. Ну, одобрили ее. Так, грузопассажирская «Газель», семь человек и 950 килограмм веса. Я поверил, как раз мне получается. У нас 31 килограмм один экземпляр, 20 экземпляров 620 килограмм. Покажите одну гадь. Какие вы разводите книжки? Ну, которые у тебя, какие? Ну, 38 моих книг. О-о-о! И в каждую библиотеку я дарю во всем стране. Ой-ой-ой-ой. В прошлом, позапрошлом мы подарили на 1 миллион 100 тысяч. Сейчас за каждую поездку это 250 тысяч. И еще есть? А? Еще есть? Раздавать? Конечно. Это мы только начали. А за бассейненьки, значит, тоже отдадим. Завтра отдаем бассейненькой будет. И завтра должно быть в вашем городе в библиотеке. Ой, как хорошо. Если все будет. Все 38 книг. Но, когда мы начали работать, ну, и отечественная техника, говорят, ломается там. Но ее ремонтировать легче, детали достать легче, это понятно, что она. А отечественные, таких машин я посмотрел много везде. В других регионах, где мы были. Вот в Кемерово, мои книги уже есть у вас в областном центре. В прошлый раз мы проехали. А они уже есть. Так вы в Кемерово уже были? В Кемерово были первые поездки. Это третья поездка у нас. О-о-о. Третья. Вторая была на Байкал. Ага. Вторая южным путем до Москвы. Из Москвы сюда вернулись. А эта третья сейчас пошла на Кузбасс. Так вот дело в чем, что за машиной, как бы право есть такое, что может ее нужно ремонтировать бесплатно и там какие-то недоделки убрать. Ну машина есть машина, там много деталей таких. Ну это и правильно все. Но кто у нас там работает в обслуге-то? Ты посмотри. Там не выскажешь. И все-таки надо с человека содрать, потому что он не понимает. Ничего ремонтировать не надо. Он говорит, то-то-то ремонтировал. А у женщины там может быть свечи, ну зажигания нет. А он с нее сдерет тысяч тридцати. Она у нас заплатит одна. У нее выгода нет. У человека связан. Если дома, ему трудно меня взять. А там я связан. Я не могу ни уйти, ни машину бросить, ее раскоро стоит. Выхода никакого нет. А он ничего не делал. С вещи прощества там, Олег. Дунул, плюнул. Тридцать тысяч. И они гуляют. А там я знаю, какие цены там берут. Ну они... А мои ребята, вот, которые тут помогали покупать. Там Игорь Глушков в Потеряевке. Вот. Те, которые сели... А где купили-то? В Барнауле. А надо Нижнев Новгород. Хотели туда ехать. Там выпускают машины. На базаре купили? Дома. А в автосе, так как... Ну, продажа не автомобилей. Хорошая организация. Мне понравилось. Там мы все засняли. Привезли. Ну, я доволен. Внешне видом. Но внутри как будет работать, не знаю. Но мы прошли 17 тысяч километров. И ни одной поломки не слили. Она нормально шла. Нормально работала. Ну, знаете, вот. Вот он тоже. И тут еще один шофер, который шофером был. Он профессионал. И много понимает машина. Я не могу к ним не прислушаться. И тоже внутренне. Я против. Машина идет. Надо, надо. Ну надо. Я к врачу пришел. Но я должен сказать, что у меня болит. Болит. Спина. Геморрой у меня. Или глаз. Ну, врач-то должен. Куда меня? К онкологу направить. Или к глазняку. Здесь еще общий осмотр. Как? А у них приборы. Что он по приборам узнает? По приборам. Я должен показать конкретно где. Я бы не сказал, что закрывается дверь. Он бы и не знал. Не горит сигнал. Сколько горючего там. Ну, мелочь такая. И маленько. Где-то там масло как бы подтекало. Но не капало ничего. Нет. А только, ну, видно, что масло там. А может быть оно и какую-то прокладку под. Вот они мне давят, давят. Я против. Помолюсь, у меня все внутри. Потеряем машину. Они такое сделают. Выберут хорошее, плохое поставят. Все так и получилось. Они мне загнали сервис полной машины. А там они стали делать. Разгружайте. И мы там. Они нас растерзали по кишкам. Все это вывалить пришлось внутри. Как я был против. Ну, против был или нет. Я даже не знаю, как высказать. На улице дождь пойдет. Внутри все в мазуте. Да наши там щит уже. Другой начальник помогал. Они нам поставили. Назавтра выехали в другой город. Из нее тещет все, как поносная машина. Теперь разворачиваемся. 100 километров намотали. Они делают. Делают. Все. Они доехали. Полностью встало, заглохло. А они с нас хотели там, где бесплатно, тысяч восемь девять слупить. Ну, как говорят, лохи. Лохотрон разыгрывается. Ну, и сегодня стали там. Заряжает аккумулятор, он там на один час или еще короче. Ну, еще спрашивают. Я за ремонт, за сервис, фу, поганное слово даже. Теперь терпеть его не могу. И нашелся такой человек. Вот ему я заплачу и 18 тысяч. Это специалист. Он достоин того. Он направил машину. Он не испортил. Порщина привел в действие. И вот у меня сейчас задача какая. Они это делают. И говорят, ну вот направили же. Я уже пришел к выводу, к тому, что придется машину или бросить, или продать, и купить новую, но уже туда не заезжать. Это я купил машину. Я в лес страшные долги. Не они покупали это. Ну, кто-то что-то там помог. Третью часть даже со стоимостью не собрали в последнейший день. А у меня-то вообще ничего нет. Я просто авантюрист. И по авантюрному характеру своему я не останавливаюсь перед какими-то препятствиями. У меня цель есть, я буду ломить, пока не проломлюсь все стены. Машина куплена, книги есть, мы загружаемся, мы уходим. Сейчас мои книги в самых центральных библиотеках страны. Библиотеки Милейна в Москве. Парламентской библиотеки. Исторической библиотеки. Там монасты... Ну... А с нами в Москве. Все как надо. Так. Они ремонтируют, а я хожу, нет-нет, скроюсь, помолюсь. А они там лазят, они еще не знают. И вот мне это, не то что там открыто, а на сердце просто лежит. Нам не выправить машину. Она будет ломаться, у нас все закончится, хоть сегодня. В них нет покаяния, что они сделали. Они этого не понимают. Они одинаково хамить не начинают, вот эти вот отроки. Начинают возникать. Просто на простых вещах где-то. Им надо слушать и молча проглотить. Даже если я не прав. Я знаю в людях толк. А люди ремонтируют. А он не понимает. А вон там у него техника. Техника в руках, а у них может быть смертельной. Люди, когда нечестные. А именно такие, там есть пьяные, какие рожи смотреть, даже страшно. И они это все сделали. Так вот о чем речь идет. Чтобы ты помолилась. Сейчас эта молитва должна дойти, пока она не дошла. А они ломят на своем. Это ничего, это все нормально. Они опять заведели, поехали. Ребята, ехать уже никуда не надо. Мы уже на поводке, а нас уже Господь ведет другим путем. Они ничего этого не понимают. Ну, бесчувственность. Бесчувственность. Спанье много, спанье и прочее. Я их состояние понять не могу. Если вы верующие, что же вы себя так ведете-то? У нас должен быть абсолютно единый дух. Тоже прошлое, не вернуть. Но вот до этого сервиса поганого. Машина работала. В последний день она прошла 1615 километров в день. Да то поезд не пройдет. Это же гнали, гнали, гнали. И ни одной остановки. Ни аккумулятора, никто не. И теперь вот отремонтировали, все стало стоять. Ну, а как оно себя... Ну как, вот до и после. Вот я не был у врача. У меня нормально было. Маленько покалывал. Вот мы сделали операцию. Полжелудка вырезали. Я ничего не могу есть. Все жжет, вырывает. Что говорит? А теперь лучший врач говорит. Не надо было операцию это делать. Не надо. Мне сейчас один такой пишет. Ему желудок вырезали больше половины. Вот это самая история. Говорю, у них нет покаяния. Она меня из себя это выводит, перепрокидывает. Я не знаю, продолжать ли дальше эту поездку даже. Мы можем застрять в таком месте, где и машину, и книгу потеряем. Они не понимают, что упертые в другом месте. Они ищут в машине. Не в машине дело. Бог дал человека. Не вам и найдено. Мы вас подвели к воротам только. Не было бы этих детей, не было лагеря. Все со мной связано-то. Со мной. Михаил это мой человек, не ваш. Он через мои пленки пришел. Он выводит на нее. Ее сестра. Теперь этот мужчина приводит к этому мастеру. Ну вот какая дорожка идет-то. Они все нормально, отремонтировали, нашелся. Нашелся. Он не нашелся. Его Бог нашел. Они очень легкомысленно, вот эти отроки. Я уже здесь звонила одному, который вот я говорю, что он мне не ремонтировал когда-то. А он хороший мастер, как-то хвалит его. Так, со стороны я знаю просто. И вот я ему и говорю, я у Миши спросила, какая причина. Он мне сказал, говорит, вот не заряжается на ходу. Я ему уже звонила, дозвонилась. Я говорю, спросить просто, сказала, как ты думаешь? Что это такое? Совет дать. Да, совет дать. И думала, что если что, уже я хотела его туда просить. У него машина, чтобы поехать в Кузидей. Правильно, какие мысли были. Наделать для разрешения нельзя было. Ну, а я бы не сказала вам, и так бы не стало. Да, тогда деда. Так же я уже не могла. Ну, вот, беда в том, что вот он на работе подожди, на работе подожди. Он тебе не ответил? Нет, он не был против. Он не был против. Для чего ехать-то? Надо узнать причину. Он мог назвать? Да, он говорит, там просто. Он так не ответил. Он говорит, что мне женщине не будет говорить. Он просто сказал, да там ничего страшного нет. Там просто какая-нибудь железо попало какое-то. Вот так он мне сказал. Так и случилось. Какое-то железо, наверное, попало. Ну, то есть что-то попало. Стружка попала. Ну, он так выразился просто. Видите, он нашел бы тоже сразу. Ты напала на хорошего человека и поблагодари его. Скажи, нашли. Подо мной жили. А сейчас в частном доме живут, а тут дочек. Поняла, да. Моя задача сейчас, чтобы вот этих отроков, и которые там в деревне, Игорь Лужков, рогами Господь дожал до земли, и они принесли покаяние. Что испортили машину. Пока этого не будет, ничего не будет. Они не понимают. Это не духовное рассуждение. Они ищут теперь, а у нас стружка была бы не была. Покаяния нету. Мы закрыты для общения в этом вопросе с вами и с Богом. Вот моя задача-то в чем? Дожать вас. Чтобы вы сказали, поняли, помолились, что больше никогда этого не делать. Вы смотрите только на мнение людей. Сколько раз запоролись с этим, с навигатором. На свалку уже завели, дальше некуда. И как с гуся водой опять. На завтрашний опять. А я говорю, до центра доехали, надо спросить людей. Едут, никого не спрашивают. А прибор, который говорит. Он когда-то покажет, а когда-то заведет такую дебри. Там просто свалка какая-то. Куда он завел, даже неизвестно. И они опять на своем стоят. Не спрашивают. А я сказал, вот стоит полиция, надо спросить. Они на другое стали сменяться. Говорят, вон твой друг стоит, полиция спрашивает. Полиции я уважаю, честную полицию. Они все знают. Я не раз спрашивал, и они прямо показывают, куда ехать. Где Плишкина находится, где лагерь. Все знают, потому что это их работа. Так они для этого стоят, как они не знают. Понятно. Задача моя какая? Вот этих вот двух вот сидят. Тут один полосатый красный, а тут полосатый синий. Дожать. До покаянного состояния. Что неправильно это все было сделано. Игорь и Сергей. А в чем кайцы, скажите, пожалуйста. А вопросов можно не задавать. До и после. До работало, после не работает. Не надо мне... Своя позиция, Игорь Тихонович. Вы, вот, вас навигатор современный возил по Москве, экономили время. Где-то были ошибки, но это были мелкие ошибки. Ты рассуждаешь, как коммунисты. Ну, убили 100 миллионов. Никаких 100 миллионов. Большие ошибки. О чем ты сейчас толкуешь, Игорь? Вот до сервиса машина прошла 17 тысяч километров. Ни одной остановки не было. Идет нормально. До 100 километров. Вот после выехали, с первого дня мы уже не можем двинуться. А при чем тут навигатор тогда? Вот навигатор. То есть еще не можем сделать. Навигатор, скажите, при чем? Вы сами хвалили навигатора. Постоянно обращать. Я тебе про навигатор сейчас говорю. Вы все вместе это обеим. Навигатор доверяется там, где надо. Но где явно, что не до центра не доехали, до города не доехали. Он повел нас куда-то в стек. Но ясно, что навигатор не знает о чем. Навигатор это в стадии разработки еще прибор. И над ним будут работать, работать как над телефоном. Я не о навигаторе говорю. Я все время прошу его включить дорогой. Но там центр, в центре библиотека остановиться и спросить людей. Мы мотаемся, мотаемся. Ну, наверное, спрашивать. А я закроюсь, сижу вот так вот. А они начинают тогда спрашивать. Тогда приедем в библиотеку. Иногда ради вас спрашивали, чтобы вас успокоили. Только ради меня, понятно? Ради меня. Я ничего не поняла. Что там показывает кто-то? Это прибор, который... Его зарядишь, допустим. Мы едем сейчас в Барнауле. Сейчас заледели. Нам нужны осинники. И голосом она говорит, на такую дорогу поедет. А, знаю. Вот туда поедете влево, туда вправо. И она до осинников доведет. Это карта из космоса. Да, я слышала так. И они заряжают на библиотеку. А библиотека какая? Их много в городе. И она ведет совсем не в ту степь. Я говорю, остановиться, спросить, где областная библиотека. Я люблю доехать. Один раз получилось два. И ошибки ни разу в этом не было. Один. Я спрашиваю двух-трех человек. Все одинаково показали. Показывают каким образом? Вот так показывают. Москва, город. Там куча улочек. Вот такое показание. А в конечном итоге... Подожди, Влад. В конечном итоге. Вот так, что касается машины. Когда вы покупали отечественный автомобиль, было предупреждение. Он будет ломаться, будет сыпаться. И его надо ремонтировать. Я Глушков Игорь сказал, ты готов его ремонтировать? Он говорит, да, готов. В порядку. Он не ломался и не сыпался. Это все отпало. Первая поломка была в выпуске. Не ломался и не сыпался. Нет, как? Это не правда. Во-первых, вылезался значок. Сейчас не ров посреди себя. Тебе пятиться некуда будет. Неправда. Повторяю. Это была вторая поездка. И в конце поездки в последний день 1615 километров. Ты маленько думай, что... А мы здесь не можем полтора километра проехать. Ты чего обгородишь-то? Тебе понятно, о чем говорю? И всего ничего надо, только осознаться. Он закупорил все. Когда мы поехали в Иркутск, вот у прибора, вот есть панель управления. Там показывается скорость, сколько бензина у нас. Ну все датчики показываются. Мы им верим, потому что они показывают состояние автомобиля. Или их всех выкинуть и не ехать на ощупь. Или им верить. Один датчик показывал. Поломка двигателя. Профессионал, дальнобойщик. Он именно этим занимался, искоресил всю Россию вдоль и поперек. Он говорит, какая-то непонятность выдает. Надо узнать. Заехать в Иркутске в автосервис. Узнать, почему он выдает неполомки. Это он мог сделать, не вы. Вы были против. Он решил, ладно, не буду заезжать. Вы скажете, доедем до Барнаула. Он говорит, я не знаю. Поехали до Барнаула на свой страх и риск. Доехали, все так и нормально. Доехали. Нормально? Доехали нормально. Но датчик-то горел. Датчик управления горел и показывал неисправность. Датчик горел. А что означает горел? То есть он, мигалка, показывал, что что-то не ладно. В какой системе, непонятно. Датчики могут все врать. Нет. До одного. А ответы не будут работать. Конкретно показывал, где примерно неисправность. Двигатель внутреннего сгорания. Игорь, не будем мы подробно... Все братья сказали так. Николай так сказал. Я в компьютер здесь не могу. Эта система управляет полностью. Там инжектор. Все. Надо вести к специалистам, которые это знают. Чтобы нам не испортить все. Игорь Глушков полазил, посмотрел и сказал то же самое. Все профессионалы сказали то же самое. То же самое. Профессионалы. Профессионалы. А Пищников не профессионал? А что Пищников? Он и не против был. Он как раз и сказал, когда приехали к нему, он сказал, не нужду сервиса. Мне лично он сказал, никакого сервиса вам не надо. Машина нормальная. Вот это у вас мимо ушей вот так дьявол пронес. Это не может такая замклость из уха быть. Приехали в сервис. Что они сделали? Они перепрограммировали компьютер. Нашли две ошибки, которые лгал компьютер. Все. Эти датчики исчезли. Все нормально. Поменяли масло. То, что там потекло, ребята в сервисе Сергею сказали конкретно. Надо менять. Надо менять. Почему не текло до этого? Как? Подтекало до этого? Да капли одной не было. Еще раз говорю. Не должно быть ни одной капли. А там подтекало. А тут лужи. Не текло, потому что машина была новая без пробега. Пробежала 17 тысяч километров. Еще раз говорю. 17 тысяч километров. Не 17. Хорошо. Мы сделали все, что хотели. Здесь мы ничего не делали. Мы сидим на милиции. Мы не настояли на том, чтобы поменять этот шланг. Вы не настояли на этом. Не настояли. Не настояли. Все. Они закрутили. Дало течь. Во-первых, менять шланг. Об этом тут и вещи даже не было. Но шланг, прокладка это одно и то же было. Сегодня шланг. Вы думали, что прокладка, а там шланг. Я хотел делать, и прокладки там что угодно. Раз уже загнали сюда. Об этом вещи не было даже. Это российская машина. Сегодня шланг. Завтра еще что-то отпадет. И после сервиса наконец-то все это восстановили. Поехали. В Заринске на 55-м километре, когда я сел в автомобиль, уже ближе к Заринску, я увидел датчик, горит, разрядка аккумулятора. Больше датчиков не было. Я посмотрел, машина хорошо заводится. И подумал, с вами разговаривать бесполезно, вы не слышите. Я подумал, ну если все заводится, да, может быть компьютер опять врет. Я игнорировал дачу, она же нормально работает. Не повторяй что, это уже все после сервиса в первый день. Да какая разница, после чего? Нет, обожди. Да я только об этом речь веду-то. Мне твои эти дымные рассуждения не нужны. Вот доработала, после все остановилось. Все. Не надо больше. Вот до революции Россия была первым государством в Европе. Вот революция пошла, а теперь разруха, голод, голодомор. Все. Вы втисните в это. Я была бы революцией, того не было. Не было бы сервиса, не было бы это разрухи. Просто автомобиль сыпется и будет сыпаться. Я так предполагаю. Ты выражение подбирай. Автомобиль сыпался. Еще он сыпался, когда он шутился. Сыпался, я сегодня на ремонте. Отвалилась ручка почти что. Какая ручка? Ручка обычная, в переднюю левую дверку, где шофер и где пассажир. Так они сейчас смотрели-то, это по сути. Да я, пока время было, я ее подкрутил уже. Так и мы им показали на это, он указал. Нет, они исправили одно, я исправил уже другую неполадку. Николай приехал, когда в Красноярск... Ты больше сервиса знаешь. Николай, когда приехал в Красноярск, окно упало. Упало окно. Он его разобрал полностью. Все. Сделал. То есть, это называется сыпется автомобиль. Да никуда он не сыпется. Сегодня? Потом отказал. У меня шторка, если я окно не сыпется. Еще раз говорю, последний день. Полторы тысячи километров. Ни одного замечания. Ты что, выдумываешь-то сидишь? Я просто не знаю, в чем мне кажется. В том, что мы купили российский автомобиль, сделанный в России, и который сыпется. В чем мне кажется? Вот я в этом могу так каяться. Так, российские автомобили и другие. Да, российские автомобили на самых сложных тралях везде выигрывают первые призывы. Ну, когда они их отточат. А вы купили новую ее? Новую из завода. Они идеальные. Вы делают специальные тралии. Ты даже ни разу не помянул то, что мы сделали два рейса далеких и ни одной поломки. Это как будто не было. Вот там эта дверка, там это. Вот это и есть твоя демагогия. Но откуда в генераторе вот это было железо? Это вас спрашивать надо. Ее не было там. Или было оно, никто не знал. До сервиса. Все, что сейчас у нас сегодня остановилось, и мы пропали, это после сервиса. Ну и после. Возьмите все на сервис. У меня машина, Рено. Я должен идти на сервис сейчас, и я пойду. Или я должен идти дядю Ваню, который будет меня ее чинить. У меня есть такой человек. Представьте, масло течет первый день. В город другой приехали, лужа. Возвращаться надо. Звонить, сервис не отвечает. Приехали. Масло доливать. Там вровень. Как вровень-то? Сто километров текло. Постояли мы полчаса на одном месте, лужу натекло. Она же не перестала течь, дорога-то. Как она может быть? Я пошел тогда добиться. Они говорят, у нас масла нет. Ну масла нет, тогда болтай что угодно. На сухое называй полное. Это какой же сервис? Это жулики. Ну и так или не было, я скажу. Так было, нет? Было так, но слово вровень имеет понятие такое. Ты эти лица людей видел, которые иммотировали? Видел. Что? И причем самое безобразное лицо сказало, что шланг нужно менять. Надо было менять, кто не заменили. И пошло оно туда. Сказал, дайте мне шланг. Он мог бы промолчать, он мог бы затянуть этот холд. Одеваться некуда, куда затянуть, когда уже все течет, лужа. Уже пришел на счет. Это до этого было. Это еще до того, как Щекло сказали. Это в первый сервис он сказал. Если бы в первый раз они бы не пожалели шланг, он бы у нас в Алтайке не потек. Они бы шланг пожалели. Не эти алкаши, а начальники, которые вот так вот вам понравились. Чистенькие, прекрасные начальники, которые вы хвалили. Они зажали шланг. Вы их хвалили, когда купили машину, вы их хвалили. А этот пьяный сказал... Я бы на начальнике. Да. А работяга простой, вы говорите. А работяга простой, который пьяный. Он сказал, плохой шланг. Он сказал, плохой шланг. Я ему говорю, почему ты не поменял? Мне начальник сказал не менять. Он мне не дал. Он мне сказал, у меня шлангов нету. Течет. Он затянул хомут. Как ему сказал начальник, и течет прекратилось. Хомут затянул. Но шланг, там две причины течи. Либо ослаб хомут, либо дырка в шланге. Он сказал, там скорее всего дырка в шланге. Но может быть и слабый хомут. Он мне показал, смотри, слабый хомут оттуда течет. Но затяжка хомута не дает гарантии, что все нормально. Но может случиться так, что затянул хомут. И еще тысячу километров проехал. А вы не настаивали, чтобы заменить? Не настаивали. Шлангов нету. Он мне сказал, нету шлангов в наличии. А можно было настаивать. Это не жулики. Бесплатных нету. А не жулики. Масла нету. А когда мы нажали, я сказал, я буду до самой верха жаловаться. Они сразу принесли канистру нам своим. Пожалуйста, заливайте. Ну жулики. Они не жулики, они экономные. Понимаешь, если в как бы... Два раза ж до нуля, все, есть оказывается. И насчет этого масла. Там, допустим, вот, она должна быть либо вот столько масла, либо столько, либо столько, либо столько. Они налили вот столько первый раз. Она у нас съела вот столько, но это нормально. То есть в двигателе оно должно быть нормально. Если б ниже, все, лампочка заморгает. Если б она вот здесь вот, лампочка не моргает, все нормально. Она поест, как только это она опустится, лампочка загорится, я долью. Они мне масло дали на доливку, и все. Было вот столько масла. Все. Они наливают посредине, вот столько там уровня. Масло у нас съело, но его было достаточно, чтобы двигатель хорошо... До минимума. Там есть минимума. Да, до минимума. Он сказал масло на уровне, то есть на минимум, который допустим. Все. Так, и с этого сразу не получилось. Давайте так, вот этот Сергей не найден, не был. Что бы вы дальше делали? Аккумулятор только на несколько минут. Сергей, я когда машина встала, я подошел к мужчинам, которые вожили к Сергею. Говорю, Христа ради, посоветуйте нам человека, который бы... А что случилось? Я то-то, то-то. Он подошел, мы завели, он говорит, снимайте аккумулятор, аккумулятор у вас не заряжается. Мы сняли аккумулятор, они зарядили. Сначала попробовали, я еще попробовал, это вот, дал идею, брат, эти, посмотреть предохранители. Там один предохранитель болтался, мы его вставили. Машина завелась, мы думали, ну вот дело в предохранителе. Она потом опять глохла, потому что причин может быть разной и должен быть... Ну вот он мне сказал, я перебью вас, что вот я позвонила, спросила вот этого. А он говорит, железо там попало, не знаю, как бы мне железо попало. Он меня ремонтировал, я ездила когда-то. Это даже давно было. Железо само по себе попасть в генератор не может. Он закрытый со всех сторон, крышкой. Ну, он может как мне, как женщина, что мне вы там... Ну, а да, железо оказалось внутри, которое когда-то было прилеплено, а потом с течением 17 тысяч километров прошло, и оно отлипло. Ну, может так. И замкнуло. Ну, может так. Ну, я говорю, когда ты... Ты можешь, говорю, помочь, если что. Я позвоню, он говорит, приеду с работы, у Кузнецка на этих машинах тоже. И все, я говорю, съездим, давай. Я ему сказала, в Кузидеево они стоят. Ну, если бы у нас так бы случилось, мы бы, конечно, искали специалистов. Ну, раз мы не понимаем. Вы в компьютерах не понимаете, вы идете к Загуляеву. Я не понимаю, кто-то в собаках не понимает, идет ко мне. Почему пищников сказал, ничего не надо? А вот это вот его специалисты. А сколько вы ему платили-то? Ни сколько. Какого саленблочи меняли там, саленблоки. Ты считал ему. Ну, тоже надо обратить внимание. А пищников почему-то не стоит того. Ну, как внимание было. Как внимание, дай жду. Конечно. Почему я Сергею доверяю, а сервису не доверяю? Как ты думаешь? Сергея на 100% доверяю, а тем не могут это доверить. А сколько раз вы ошибались в людях? Сколько раз вы ошибались в людях? Когда видите это, он показывает. Я еще раз говорю. Почему? Это вопрос конкретно. Конкретно. Я вам отвечаю вопросом на вопрос. Было ли такое, что вы ошибались в людях? Вот смотришь, ой, какой-то он оказался. А смотришь вот так, а было так. Было такое. Ты, Сергей, направляешь на себя, что я в тебе ошибся. Нет, ошиблись хотя бы вот в этих локажах. Я тебе жил доверил, а что ты не погиб. Что ты дальше такой, чтобы говорить-то? Можно я отвечу на вопрос? Сергея, почему вы доверили Сергею? Да. Сергею не этому. Тому. Ну, Сергею водителю. Вот который сегодня был. Вот этому специалисту. Такого выхода. Ну, вид у него... Ну, как сказать. Во-первых, он взялся за работу... Он просто располагающий, он частник. А частники, как правило, которых порекомендуют, работают хорошо. Я такой же частник. Почему я ему доверился? Беда наша в том же... Я его не знал и тех не знал, одинаково не знают. Там люди по специальности, которые засвидетели, что они специалисты. Про это я в глаза не видел. Я сразу ему доверился, а этим он так посвятишь, и я не доверился. Почему? Во-первых, у нас была критическая ситуация, мы молились. Второе. Я конкретно не знал, в чем дело, и уже когда я понял ситуацию, успокоился, позвонил братьям, они мне все объяснили в общих чертах, я понял, нужно найти автоэлектрика, и все, вопросов больше не будет. Я уже молился, Господи, дай нам автоэлектрика с инструментом. И потом, я так постоянно конкретно, не в общих чертах, а об автоэлектрике молился. Вот нам с двух сторон, вначале Сергей послал смс-ку, или там второй раз послал смс-ку, какой-то Сергей там есть. И у ребята там подъезжали, говорит, тоже Сергей. И мы к этому Сергею направились. То есть он, как бы, по рекомендации мы к нему приехали. Вот. И деваться было некуда, у нас никого не было. Был бы это Василий, Иван. Вот у нас ситуация такая же была, но нас направили в тот сервис, я бы больше к ним даже не запустил. Почему? Вот сейчас без выходной обсередации этим людям я уже близко к машине никогда не доверю. Я думаю, если бы в Кузидеево был автосервис вот этот газовский, мы бы поехали в газовский автосервис. Ничего бы не пришлось делать. Просто вы доверились бы еще раз профессионалу. Ну, что сделаешь? Профессионалам по лохотрону. Я не настаиваю. У меня отец купил флюенс, вот Рено тоже. И он постоянно ругается с сервисом. То это не так сделает, то это. Он постоянно с сервисом ругается. В сервисе хамы действительно. Они в организации в большой, они находятся в большой организации, и это их успокаивает, что вот мы, частник-то он, как сказал Виктор, вот этот Виктор сказал, частнику говорит, не за кого спрятаться. Вот он, он один перед клиентом. А там машина. Он сломал, а он 10 причин найдет, что он не виноват. Его отмажут. И вот в сервисе они все наглые. Тебе это не нравится, что 10 причин отмажут? Нет, мне не нравится, да. Но там они держат за короткий поводок какой? Они говорят, у вас машина на гарантии. Двигатель, вдруг клинонет, а двигатель очень дорого стоит. Мы вам его бесплатно отремонтируем. Ну и мы приходим и ездим, этот автосервис деваться нам некуда. Если бы он был больной, тогда бы разговора нет. Ну нормально работал. Никаких признаков болезни даже не было. Я Николаю спрашиваю, скажи, вот сейчас, уже перед тем, как уйти, зайди ко мне, напиши. И он на бумаге написал, что вот это, это Николая рука написала-то. Ничего про то нет. Я могу одно сказать. Автосервису я на 100% не доверяю. И сейчас мне придется с новой машиной, взятой из салона, ехать в автосервис, ну не со слезами на глазах, а потому что они держат на коротком поводке. Я пугаю там, а я, не знаю, пугаться. Вот здесь так все и понимают. Ты там уже и пришел, только тебе сейчас трудно сломить гордыню-то. Ты просто уже не в гордости, а в гордыне. Вот до и после, до работает отлично, никаких замечаний. После, все, остановился, еще нет. Я просто, я в этом упертый-то. Я тоже упертый. Но я говорю, что вы не понимаете, что пошли туда. Я об этом деле вызывал к Богу. И внутренность моя вся протестовала. Я единственное не могу понять, почему. Вот причина-то была бы какая-то явная, что сервис. А тут причина в генераторе. Почему она не раньше именно в этот день? Ну вот это что-то в этом есть, я не могу объяснить. Значит, причина не в генераторе, не в них, а в вас. Представим, что мы не поехали в автосервис. Что бы было? Мы не поехали. Еще не было. Еще не было. Еще 17 тысяч километров. Не проехали бы. Менялись с этой блоки. Ты на чем основываешься? Что мы не доехали, вот теперь после сервиса. Зачем ты говоришь, что до сервиса, до сервиса мы бы не доехали. Ты не имеешь права даже говорить. А после сервиса она уже встала. У меня основание 100%, у тебя нуль. Мы тянули до самого последнего. Кто тянул? Николай постоянно говорил. Уже вам объяснять перестал. Мы еще тогда хотели заехать. Вы тянули, тянули, тянули. Тянули, тянули, тянули. Уже Николай плюнул. Николай Кручина плюнул и сказал, я не вмешиваюсь. Что хотите сделать? Не, быстрее, быстрее. Он плюнул рукой и все. Пусть она машина. Он этого не говорил. Это было в эмоциях просто. Он не сказал, что там пусть что-то случится. Он сказал, я просто все, молчу, больше не буду объяснять ничего. Случится и случится. Но потом все-то... А сервис-то вы когда заезжали? Вчера. Вчера. В Барнауле. В Барнауле? В Барнауле. Да, в Барнауле. В Барнауле из Потерянки выехали. Это прям их верма, которая продала машину. Да я знаю. А кому доверять-то еще? Николай конкретно. Кому еще доверять? Я не знаю. Николай-то мог делать еще раз. Вы понять не можете. Это должен был Глушков делать, не вы. И взять на себя ответственность. Я вот о чем говорю. А не так, что мы сказали, а теперь дядя Игнатий неси все на себе. У меня загрузка. Меня везде абсолютно ждут. Я полностью... Ну, Глушков мог, в принципе, поменять Соленбор. Еще раз говорю. Мог поменять. Это должен был сделать Николай и взять ответственность на себя. Она сломала все расходы на нем. Глушков посолен. Он бы с ними разговаривал как специалист. Но ни ты, ни он. Тебя даже вчера не было. Вот он был. Ну, какой он специалист-то? А мы вообще все ничего не знаем. Я вот о чем говорю. Советщики Глушков в городе. Игорь, приехали. Что они сделают? Они тут все разбомбили. Машину раскидали по всему гаражу. Я говорю, теперь не собрать ее даже. Я глядя на стороне. Игорь, у меня молоко. Какое молоко, когда машина, твое молоко, тут гроши стоит. Можно сказать. Вот о чем речь-то идет-то. С Игорем, когда мы говорили, вот по Игорю Глушкову, я ему сказал. Игорь, мы покупаем отечественную машину. Она будет сыпаться. Ты готов ее ремонтировать? Он говорит, да, готов. Я говорю, покупай. Все, благословил его. И он, и пошло там. Какое благословение? Ну, это между нами общение. Я очень... Ну, какое благословение? Ты на какое отношение к покупке имел? Скажи. Прямое отношение. Ну, какое прямое? Прямое отношение вы не знаете. Игорь Глушков мне звонил. Когда у нас была беседа, когда вы сказали, ну вот, машину не может братья выбрать. Значит, все, она нам и не нужна. После этого мне звонит Игорь Глушков. И говорит, ну, что было там у вас на собрании? Я говорю, так и так, Игнатирс во всем, как говорится, разочаровался. И тогда его возбудило это все дело. И после этого, после беседы уже со мной, он пошел к вам. Я тоже участие принимал. Сергей принимал участие. Вы не можете сказать, что вы все сделали. Да не, это, Пищиков. Какие были люди? Пищиков еще давно говорил. Да, Бог. Там Алексея подключили урывку. Это люди, которые работают на машинах на государстве. Правильно. Пищиков Владимир говорил о «Газели» еще давно. До того, как вы разочаровались вообще во всех покупках. Потом эту всю компанию Игорь Глушков поднял. Знамя вот это упавшее. Он поднял, ну и я вместе с ним в то время был. Я шарился по интернету, выбирал какие модели. И мы с ним общались друг с другом. А потом он пошел в Агаз. Я говорю, Игорь, а что ты, говорю, против УАЗика-то восстал? Он говорит, я залез, там места мало, все. Только не УАЗ. Ну ладно, говорю, я был за УАЗ. А потом опять же на «Газель». И опять же хотели в Нижнем Новгороде, а потом купили у нас. То есть Игорь Глушков действовал, и мы с ним были. Это его предложение было, и к нему вернулось. А потом, когда купили «Газель», Игорь мне звонит и говорит, Игорь, ну что, видел «Газель»? Я говорю, видел. Но, говорит, это вот ты тоже тут. То есть он меня поблагодарил. Ну ладно, ладно. Но это не важно. Дело в том, что до и после, у вас никакого понятия, вы ничему не научились. А, я не договорил. Я говорил Игорю, купишь, ты готов ее ремонтировать? Он говорит, готов. Я говорю, покупай. Давайте будем покупать. Все, компания-то началась, машину купили. Теперь, когда машина вышла из строя, Игорь, вроде бы как, давайте на сервис ее загоним. Ну и дальше бы действовал, Игорь. В принципе, и вина... О чем я веду, речь-то. И все, значит, давайте, давайте, наконец, затолкали, а сами никого нигде нет. Игорь, 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 тоже... А он бы стоял здесь рядом, то он увидел, надо меня шланг, не надо. Почему сразу не заменили? Моя вина в чем? Мы сразу не потеряли, и маску бы не потеряли. Моя вина в чем? Что я Игорю не сказал, не напомнил ему его слова. Вот это моя вина. Николая Кручина нету. Что они нам заливают? Васлиную мочу или маску? Мы даже ничего не понимаем. Да, тихо. А толкали они, как толкали? Так ты двигаешься... Николая Кручина вообще тут не при делах. Он просто посмотрел, что машина неисправна, и сказал, что я ремонтировать ее не буду. А Игорь так, Лужков, обяк... Игорь, зачем ты сейчас куда угодно тянешь? Ты тоже не понимаешь, о чем речь идет. Я говорю, они должны были присутствовать при ремонте. Я только об этом. Ты куда-то ведешь, наворачиваешь, как всегда. Мне-то не надо, это дымное твое. Но с этим я согласен, что можно... Они толкали, они должны были до конца довезти, из ремонта вывезти, чтобы мы опять сели и поехали. Я вот о чем говорю. Все толкали, толкали, толкали. Ни одного проверить, что с нами там делают. Только я вижу, что они сидят, смеются. Там ничего не делается. Они нас уже на крючке держат. Говорю, ребята, я вам там говорил уже. Они нас сейчас по нитке будут растереблять. Так и пошло. 8-9 тысяч. Пошли, оказывается, ой, да мы ошиблись, не по той графике взяли. А когда сказали меньше полторы, я говорю, пускай делать. А за полторы мы не будем. Игнатьевич, вот мы докопались теперь до сути. Вина, если и есть, вот всех, кто рекомендовал в сервис, в том, что не проконтролировано было до конца. Тебе-то зачем за это сейчас сражаться, когда не о тебе речь даже идет? Зачем тебе убираться? И я же за сервис. Да он там был на сервисе какой-то... Нет, я за сервис тоже был. Я про это говорю на сервисе, но ты-то не принимал в этом участие. И тебя, ты хоть и был бы толку-то с тебя. Вот именно, я-то не специалист. Так я про то и говорю, Николаю Кручине я звоню. Глушков он здесь. Ну вы нас затолкали в сервисе, что они там делают, я же не понимаю, что они режут. Вообще, я как поняла, у вас что разбирается тут? Никто не разбирается. У нас главный механик по машине, вот мы с ним говорили с Игорем. Игорь Глушков главный механик. Это Глушков, да, да. Это мы с ним говорим, вот я вот сейчас, если бы он был, я бы ему напомнил слова. Давайте я скажу, чтобы поменять эту прокладку, которую мы думали, течет масло, Николай сказал, из-за чего датчик горит. Вот, из-за поддона не было видно, что там прокладка или башланг. Поддон снимали? Где тогда? Вот, прежде чем снять поддон, Глушков начал откручивать масло, потому что если течет масло, то масло нужно сливать полностью. В любом случае, чтобы что-то заменить, нельзя заменить, допустим, не перекрыв кран, нельзя заменить кран, не перекрыв воду в подвале. Чтобы что-то менять, нужно масло полностью слить, поменять, потом масло залить. У него не оказалось инструмента. У него не оказалось инструмента. То есть у него был инструмент, но он... Главный механик? У него... Какой он главный? Значит, брат, давай ситуация такая. Игоря предупреждали о том, что когда покупаем машину, он полностью отвечает за ремонт. Он это знал. А теперь, когда он понял, столкнулся с трудностями, он спихнул на сервис. Ну ладно, ладно, пусть он спихнул на сервис, я с ним даже согласен. Но надо было ему поехать и проконтролировать. Все, вот еще о чем резко ведут, все. Все, он это не сделал. Он это не сделал. Он это не сделал. Свою ответственность он перенес на... Нет, не на тебя, а на сервис переложил ответственность. А почему? Слушай, он говорит дело. Говорит. Вот, то есть он, как бы, по сути, он отвечает за сохранность автомобиля. Каким способом? Либо он сам это сделал, либо договорился с сервисом, либо там нашел Сергея, там, дядю Ваню. Отвечает он за сервис. Если бы на сервисе имел двух работников, не этих других, и сказал, ребята, вот такие дела делают, как я подошел, стал сделать. И мы бы подошли очень, когда подошли бы те ребята, которые свободны. Нас к любым сунули. Не к Игорю, не знакомым-то. И когда я Игорю раз-другой звоню, я в другом конце города говорю, Игорь, пожалуйста, ну приехай, посмотри, что они с машиной делают. Машина-то новая. Новая. Оно не расчленили, ресор отняли, там все. Ну, посмотри. Игорь, Игорь должен был сказать, хорошо, я приеду, посмотрю. Никаким образом, даже не буду. Все, он, это его неправильный поступок был. Вы зачем защищаете-то? Вот о чем мы речим? Так я-то не защищаю Игоря, я защищаю сервис. Хотя сервис тут ни при чем. Тут вопрос в том, что Игорю надо было приехать, бросить все и сказать. Машину я брал под свою... Как сервис не при чем? Когда мы только два раза поймали их, что они... Понимаете, если бы приехал Игорь, вот такой мужик, и еще 10 парней, я думаю, они бы вели себя по-другому. А их там 40. А их 40. У нас 5 раз собак они не... Я можно скажу то, что вот немножко понимаю в разговоре. Вот это то, что вот у меня это самое, помогал этот парень. Так вот, он именно на сервис жаловался всегда. Да, жалуются все почти. И говорит, не надо, говорит, там, они говорят, хер, новую особенно машину, он всегда так говорил. Обязательно обманут. Обязательно. Обязательно. Старых поставят, вытащат. Ну, это новое, а старых поставят. Но смотрят на... Я про это все время говорил вам. Кто привез? Кому-то говорится. Они сразу узнают, говорит, кто и кто она. Дрань, голубя, пьянь. Да. Да, если смотрят, что человек такой, пошлотили, они его обувают там. Да, да, да. Вот как мы, мы стоим, они видят, какие люди там, бежут, что-то... Конечно. Хоть что с ними делать. Тогда Игорь ваш тот этот, он виноват. А когда машину заставили загружать, я стоял, у меня сердце ходу на мусоре. Я понял, теперь все, нам не вылез. То есть, теперь я уже готовлюсь, как ночевать будем, где сидеть. А машина поднята на высоту метр-полтора. Ой-ой-ой. Ну вот, собственно говоря, вот это и разобрать. И в этом покаянии никакого нет. Да, да, да. Ты, брат, понял, в чем причина? Игорь отвечает за ремонт. И каким способом он будет ремонтировать, неважно. Я-то думал, что он, Игорь, я договорюсь с сервисом, думал, у него в сервисе люди, которые... Я думал, он думал. Я был, конечно, за... То, что он стал ремонт, я тоже... Докажите себя уже снимать, это ни к чему. Да, то, что я остался один. Я виноват. Машина моя, книги мои. То, что вот он, я хочу сказать, переживал так за сервис, это он тоже прав. Он прав, он прав, он прав. Машина мне принадлежит еще. Она на мне куплена, мною. И мои книги. И все отступили, все один где-то в горах остался, и никого спросить. Машина шла нормально. И может, никогда бы ничего и не было. Никаких инструментов. Просто, Игорь, если вот у него не было инструмента, и это его вопрос. Он бы сказал, мне позвонил там, Николай позвонил. Николай ему купил все, что надо. Приехали вдвоем. Ребята, что делается? Тут же проверили, завели. Никого нет, у меня бросили одного. И я понимаю, что это за этим что-то стоит. Что я пока не знаю. Стоит только то, что это стоит эгоизм. Начали делать общее дело, благовестие. Но за благовестием остановитесь. Мне это нужно, чтобы вы сломили этот свой эгоизм, рога в землю. Принести покаяние, что вы не правы. Что впредь больше никогда это не повторилось. Вот я могу сказать в следующем, что я забыл просто напомнить брату, и ему не содействовал, что все-таки, если решили, впряглись мы в это благовестие, и причем инициативу проявляли. Надо до конца было идти. Машина взяли, машину надо было контролировать. И не разбегаться всем по домам. А вы все по домам. Игнать Тихонич, поехал. Если сдаёт, надо ему надо. Нет, тут ещё, знаете, сказался авторитет Игнать Тихонича. Игнать Тихонич говорит, всё нормально, ничего не надо. Мы внутренне понимаем, надо следить за машиной. Надо делать. Но прибор, сделать, который лгал, компьютер, мы не могли. Подождите. Никто. Но когда туда заехали, да, надо было туда ехать специалистом. Надо было Игорь садиться в машину. Потому что я... Игорь, подождите, Серёжа. Альтернативы с вашей стороны никакой не было. Я против не того, что там будут ремонтировать. Против жульничества, которое и было. Против того безобразия, с какого там нас оставили. Машина разобрана, никого нету. Я вот что против. А если у вас знакомый, сервис, честно работает, да я за. Даже разговоров нет. Мне непонятно, почему знакомый Пищиков не стал её загонять на диагностику. Потому что мы уехали. Мы торопились. У него там всё это сделали. Он бы мог просмотреть её всё. Зато мы проехали 1600 километров. Конечно, мы на кряхнем. Мы прошли, вот бывает человек ходит до последней черты. И потом врачи ему говорят, почему вы раньше-то не обратились. Мы бы эту болезнь предотвратили. Конечно. У меня с отцом такое... Вина, подожди, брат. Наша вина, но я с себя тоже не снимаю, что мы отпустили всё дело на самотёк. Надо вот технический совет был у нас. Игорь Глушков, там, Николай, я, там, кто чуть-чуть соображает. Ты соображаешь. Собрались и сказали, вот мы можем это сделать, а это мы делать не можем. Если мы это делать не можем, надо найти спеца там. Конечно. Проверить этого специалиста. Толпой туда приехать, разобраться. Не понравилось там, поехали бы в Агас. В Агасе тоже, Лёша, не Лёша, там знакомый. Не мой, а моего знакомого, знакомый работает в Агасе. Спец по газелям. Простите. Вот тут вот какое дело-то. Вот сейчас застряли, мы стоим, день пропал. У вас дальше ничего в голове нет. Я уже прорабатываю все варианты, вариантов пять примерно у меня. Я с Володей говорил, вот один вариант такой сейчас, машину не заводят. Ну, не отремонтировать она. Он мог просмотреть, стружку не убрать. Дальше заводят, она дёрнулась, опять стоит. И первый вариант, я говорю, такой сейчас. Как-то её дотащить в машину там, где мы были, они нам разрешат, у твоей сестры. Оставить. По домкратам поднять, на еще ручки поставить, чтобы рессора не гнула. И уезжаем домой. Уезжаем домой, с ребятами там говорим, которые это советовали, специалисты. Пусть они едут, и Глушков, Крущина, кто наши ребята. Они меня бросили, говорится. Как говорится, бартанули все. Я сижу ни с чем. Вся идея, благовестие, это моя идея. Всё остальное, ну я просто здесь вдохновитель. И вдруг я, а я ничего сам не могу здесь делать, я привязанный. Второй вариант такой. Машину просто здесь размонтировать, по узлам, или по частям, или вместе продать. И новую купить. Еще один раз в банк сходить. Я разрабатываю этот вариант. Благовестие не остановится. Вас не будет ни одного, завтра оно будет идти. Вы просто меня не знаете. Оно будет идти. Купим вторую машину, точно такую же. И тогда уже будет по-другому. Я сегодня уже все эти варианты прорабатываю. Как дальше? Вам Бог оказал честь. В Лужкову всем. И вы так поступили. Я-то сижу здесь, в горах. Машина не работает. Нужно, я спрошу. Никого нету советчиков. Когда вы в сервис отдали, это в Барнауле, и что все отошли, что ли, и они там ослеили все? Надо сказать еще раз следующее. Что Игнатий Тихонович, вот ему давали советы, он вначале все отвергал. Ну и люди, я в защиту братьев. Братья просто опустили руки и сказали, ну ладно, нет так, нет тогда. Пусть она как... Но почему-то в сервис поехали. Как почему? Так на этом настояли. И говорили, сейчас только кончится, загружаем сервис. Это про Николаеву сказали. Просто на будущее надо так сказать. Ответственность братья там вот поставят, берут на себя. Но как они решают этот вопрос? Вас не волнует Игнатий Тихонович. Поедут ли они в сервис? Поедут ли они в Северию? Заживали знакомые люди в сервисе. И они против сервиса. Я против жульничества, которым сдали машину. И они что хотят разбросали, и мы сидим. Мы не знаем, что они делают, что заменяют. Я вот против чего, против контролирования. Но они на меня-то понадеялись. Я-то тоже как бы не совсем пустой человек. Но я когда пришел... Я поняла у вас, контроля не было, контроля не было. Никакого. Почему? Я смотрел там. Никакое. Он мне, я смотрел там, он мне показал, вот у вас, вот у вас, вот у вас. Он мне показал, работяга, который за булдыка. Я все понял. Вот это должно быть так, это так, шланг вот так, вот так надо менять. Потом, этот значок горит, он мне все доложил. Все на бумаге заправил грилу. Еще каждая копейка, за что мы заплатили, все это самое. Что бесплатно, они заменили бесплатно. За масло мы заплатили, за замену заплатили. То, что касается гарантийных работ, нас еще смутило вот что. Вернее, не смутило, а подплотнуло на этот сервис, безбожникам хотим ехать. Потому что, если бы мы поехали к частнику, мы бы платили деньги. А здесь бесплатно, вроде как халява, они должны обязаны... Халява, просто законно ты... Законно они должны делать бесплатно. Но они закон хотят обойти. Но мы им не дали этот закон обойти. Опять же, я лох такой, но я им не дал закон обойти. Они 9 тысяч, я же им не выложил, не сказал, нате делайте эти, усилите. Усилить рестору, ваша была идея. Ваша. Они ее согласились усилить. Говорю, мы заплатим за эти, за листы. Такой был разговор. Они потом... Я пошел к тому, он говорит, узнай, сколько стоят листы. Я говорю, сколько стоят листы. Я пошел, узнай, сколько стоит. Он мне говорит, 6 тысяч работа. И это... Я такой, как-то думаю, работа 6 тысяч. Что-то дорого. Пошел, пошел, доложил. А где они берут? А тут планку наложить 6 тысяч. Так а у них должен быть что-то где-то доказать, что и 6 тысяч? Нет, у них этот прайс-лист, прайс-курант, цену. Каждая цена, это самая... Замена генератора, она может быть у них там полторы стоит. Ремонт, может быть две, может три. Мы не знаем. Мы две отдали, а может у них... Что они, конечно... Дешевые, откуда мы знаем. У каждого своего участника один. Так делать. Я за 500 рублей собаку дрессирую. Ряд нам стоит здесь 700. Я буду просто брать и на будущее скажу. Газель, она будет сыпаться. Но нам надо просто, кто соображает, просто брать ее и возить, и делать. И общаться со знакомыми. Присутствовать и все. Присутствие тех, кто у вас. А то, что Игнат Тихонович там против, не против, надо убеждать и говорить, что... Коли он тех людей не знает, он должен был проконтролировать. А он как бы махнул, ну вот там же бесплатно, они должны хорошо сделать, раз у него гарантия. Тем более, если гарантия... Улицу, библиотеку, машина встала, мертвая. Метер...